Добрый вечер, дамы и господа. У нас 14 урок по объектно-ориентированному программированию на Java. Сегодняшняя тема у нас называется «Абстрактные классы». Итак, что такое абстрактный класс? Несколько уроков назад мы изучали модификаторы. И один из них был модификатор «Абстракт». В данном случае он используется как модификатор класса, так и модификатор метода. В случае, если класс указан как абстрактный, с модификатором «Абстракт», следовательно, он является абстрактным. И в случае, если метод тоже указан как абстрактный, следовательно, он тоже является абстрактным. Как мы знаем, модификаторы класса указываются сразу после доступа, то есть между модификатором доступа и между ключевым словом class. Указывается модификатор. Для того, чтобы создать абстрактный класс создадим для начала простой класс, который мы стандартно создаем. Назовем его, например, shape фигура. Чтобы сделать его абстрактным, мы напишем абстракт. Мы напишем ключевое слово abstract, которое говорит, что класс является абстрактным. То есть абстрактный класс, в данном случае в Java, это тот класс, который содержит абстрактные методы. Абстрактный метод не имеет своей реализации. То есть, когда мы описывали его, например, в уроке 13, я открою класс в 13 уроке, вот у нас был метод POU или F1. У них есть своя реализация, тело метода, которое оно выполняет при вызове данного метода. В абстрактном же классе нету своей реализации этого метода. Это и есть основное отличие абстрактного метода от обычного метода. Но абстрактный класс может содержать в себе и обычный метод. Ну что ж, что мы можем делать с фигурой? Ну, два простых действия. Вычислить площадь и периметр ее. Ну, создадим методы. Я вычисляю площадь и периметр это паблик. Дабл, там я не знаю, там как ее назовем, периметр. Итак, это обычный стандартный метод, который мы создавали уже множество раз. Но для того, чтобы его сделать абстрактным, мы допишем модификатор абстракт. И он становится этот метод абстрактным. Если же он абстрактный, то он не имеет своей реализации. То есть, тело метода выполнения не имеет своего. При вызове метода не выполняется вот этот код. Нет, оно выполняется, но он написан не тут. Для этого мы пишем точку запятой. Указали точку запятой. В конце мы просто сделали, объявили сам метод. И сделаем еще один для вычисления площади. Абстракт. То есть, вот это, что называется, вот начало описания до конца описания метода, вот это называется прототип. Это прототип метода. То есть, описывается просто прототип метода. То есть, его возвращаемое значение, его имя, его параметры, если есть, если нет, его модификаторы и так далее. Это прототип. Ну и создадим какой-то класс. Ну и создадим, например, церковь. Круг. Круг же это фигура. А теперь вспоминаем предыдущий урок. В предыдущем уроке я рассказывал о наследовании. О том, что класс-наследник забирает к себе, наследует все поля и методы класса, от которого он наследуется. То есть, церковь это фигура, круг. Это фигура. Следовательно, он точно так же, как и другая любая фигура, может вычислять себе площадь, или же объем, если это 3D фигура, или же какой-то, там, еще какие-то значения. Ну, следовательно, мы унаследуемся от нашего класса фигура, абстрактного шеи. И у нас возникает сразу же мгновенная ошибка. Ошибка является следующей. То, что у нас есть в классе абстракт, два абстрактных метода. Тот класс, который мы реализуем, в данном случае это шейп, наследовали. Мы должны переопределить все методы, которые описаны в классе шейп. То есть, паблик, дабл, периметр. Также есть второй метод. Определили. Видим, данная ошибка исчезла. Возникли две других, но это уже ошибки связаны с возвращаемым значением, так как функция дабл, а ничего не возвращает. Я пока что поставлю ретюр 0, лишь бы только для того, чтобы избавиться от этой ошибки. У глаза сильно бьет. У нас есть класс шейп. Есть два абстрактных метода, у которых нет своей реализации. То есть, тело метода, то, что оно выполняет при вызове. Но у нас есть класс, который является наследником от шейп. И, следовательно, в этом классе должны быть реализации этих методов. Реализация – это то, что он выполняет. Если же их нет, у нас возникает ошибка. Ну, давайте опишем круг. Что у нас делает круг? В круге есть у нас его диаметр, например. Или же радиус. Ну, давайте наводить диаметр. Вводим диаметр. Ну, и его как-то пронициализируем с помощью конструктора. Укажем, что это значение равняется тому, чем мы передали по параметрам. То есть, мы описываем круг. Круг на основе класса фигура. Опишем периметр. Периметр круга вычисляется по формуле 2PR. r – это у нас радиус. Так как мы вводим диаметр, мы должны узнать, с чему будет равняться радиус. Радиус будет равняться диаметра на 2. Далее. Вычислим сам периметр. Это 2PR – периметры круга. 2 мы можем написать 314, если грубо, но я думаю, все знают, что 314 – это не π. У π там еще множество значений после точки запятой идет. Но в данном случае мы используем просто 314. Можно это использовать из стандартной математической библиотеки, массы и так далее. И умножим на диаметр. То есть mass.p Вот мы получаем доступ к π. В значении π можем даже его заменить. Сказать, что это у нас π. уже на настоящее π умножим. И возвратим результат. То есть вычисляем мы периметр функции 2PR. Площадь круга у нас вычисляется по следующей формуле. Тоже у нас есть радиус. Радиус – это половина диаметра. и вычисляется площадь круга по формуле πr². Ну, начнем. Дабы результат какой-то патч будет умножен на р. Вот по такой формуле. Итак, у нас в данном случае вычисляется радиус нашего круга в двух функциях. для этого можно использовать еще написать одну функцию равнин добавлю функцию радиус и в ней вычислить радиус. То есть радиус «Амин» и «Амин» и «Амин». И в данном случае мы уже можем использовать нашу функцию просто вызвав ее. Просто ее вызвав. В данном случае что так у нас одна строка занималась, что так занимает одна строка. место не увеличилось на случай, здесь нужно было вычислить и в этой функции нужно было вычислить вычисление было бы произведено не в одну строку, а в строк 20. То есть она занимала бы 40 строк. И написав одну функцию мы бы заметно сократили не только код, но еще и читаемость и его множество объектно-ориентированных факторов таких как масштабируемости то есть гибкость изменений улучшений и так далее. Но продолжим. Ну и скажем что у нас вот этот res который мы вычислили будет возвращать функция здесь не диаметр здесь r и так что мы сделали у нас есть класс shape два абстрактных метода у которых нет своей реализации у нас есть класс circ который реализует наш класс shape у него поведение вот вычисляем периметры по такой-то формуле площадь по такой-то формуле если же дело не хочет этим ограничиваться или же программе нужно еще вычислить периметр там например квадрата мы создадим класс rectangle скажем что он является тоже наследник нашего shape так наследование здесь extends указывается можно не вводить эти методы как я ввел в данном примере руками можно просто навести курсор и нажать add он приметит нас автоматически сгенерирует наши методы в данном случае у нас кроме этих методов еще добавилась одна штука override собака override если перед методом вы видите собак override это называется аннотация аннотация вы можете создавать свои аннотации можете использовать уже существующие в данном случае аннотация собака override говорит что данный метод это не метод класса rectan точнее он есть класс rectan но он переопределяется перереализовывается с класса shape он является реализацией вот этих двух методов то есть по хорошему стилю мы должны вот здесь тоже указать собака override то есть по сути оно ничего не делает но говорит что данный метод он есть реализация метода уже из класса от которого мы наследуемся но прямоугольник тут все проще намного здесь у нас есть ширина и высота передадим через конструкторы инициализируем их а я допустила ошибку rectangle квадрат правильно но я классно назвала rectangle через буковку a а не через i то есть это можно эта ошибка является грамматической с точки зрения написания каких-то слов предложений на каком-то языке на английском на русском на итальянском и так далее но чтобы конструктор был правильный мы должны использовать именно имя класса которое мы указали но для того чтобы исправить ошибку например указать что именно класс будет равняться rectangle если мы переименуем в лоб в нашем файле то у нас тоже возникнет ошибка так как в данном случае скажут что имя не файл имя файла и имя класса не совпадает один класс находится именно в своем файле поэтому имя файла и класса давно совпадает также можно навести курсор и получить здесь информацию rename compilation unit to rectangle файл она говорит что мы изменим название класса и название файла именно таким который тут указан это очень конечно хорошо что она автоматически все изменит но в данном случае если же мы в нашем каком-то классе будем использовать объекты класса rectangle то они будут обращаться именно к классу в данном случае классу rectangle но не correct то есть оно изменит только вот это название а далее где мы используем этот класс ничего изменять не будет для того чтобы она изменила во всем проекте все данные изменила на те которые мы хотим мы дали использовать модельный рефактор то есть правой кнопкой мыши на наш класс рефактор rename или move у нас лучше rename изменим мы изменили файл переименовался если бы мы где-то еще бы в классах бы использовали rack10 на класс объекта то он тоже там бы переименовался в rectangle итак приступим непосредственно к описанию периметра ну периметр это сумма всех сторон давайте не будем создавать никаких переменных а это укажем периметр 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 Мы вычисляем выражение. Сразу же значение вычисленного выражения мы возвращаем. И площадь. Вычислим touch аналогичным образом. А теперь смотрим, что у нас произошло. У нас класшей два метода. Периметр и сква. У нас есть surplus, который вычисляет в методе периметр. Именно периметр круга метода, метод для площадь, именно площадь круга. Он является наследником от шеи. Мы создали вторую фигуру. Он тоже наследник от шеи. И мы тоже переопределили метод периметра. То есть указали его реализацию этого и этого метода. Класс рептайна. Но мы ее уже указали по-другому. В данном случае у нас тут вычисляется одно. Но в этом же методе уже у нас в другом классе другая реализация. Вычисляется другое. Мы получаем в зависимости от нашей реализации. Мы будем получать ту или иную информацию. А теперь как этим пользоваться. Создадим объект. Я думаю вы все догадались. Что-то будет, что-то типа подобного. Это все прекрасно. Это все хорошо. Это все работает. Но это... Это вызовется метод. Мы подсчитаем периметр, площадь, нашу прямоугольник. Это все замечательно. Точно так же и круга можем создать. И указать там какой-то диаметр 10. Но у нас есть. В данном случае класс шей, который есть абстрактный. Нельзя создать объект абстрактного класса. Это запомните. Нельзя только указатель или ссылку на этот объект. В C++ указатель обозначается как звездочка. Там мы указываем, что это... Что, например, шейп звездочка шей объект. Указываем указатель на этот объект. Я не буду в подробности в C++ уходить. Но в данном случае в Java, здесь что указатель, что ссылка, что объект это практически идентичные вещи. То есть указатель будет точно такой же, как и объект. В случае, если мы захотим получить доступ, вызвать наши функции лошади и периметра, мы их не сможем вызвать. Так как в значении их мы их вызовем. А в синтаксической ошибке нет. Вызов по синтаксису правильный. Инициализация нашего объекта правильная. И синтаксис верен. Но мы ничего, результаты конкретно не получим, так как нет конкретной реализации данных методов в классе шейп. Для этого мы используем следующую. Мы создаем объекты класса шейп. Но с реализацией ректенгла или сёрклей. То есть мы создали шейп. Вот он. Рект. Но это у нас прямоугольник, потому что у нас реализация new rectangle. Это у нас круг, потому что у нас реализация new circle. То есть в данном случае у этого объекта вызовутся методы класса прямоугольника. Потому что мы определили вот на вот этом этапе реализацию. Реализация new rectangle. Следовательно вызовутся именно вот эти методы. А во втором объекте шейпа мы указали реализацию сёрк. Следовательно выполнятся именно вот эти методы. Посмотрим, как это работает. Я создал периметр rect, который будет равняться rect и вызови метод периметр. То есть я создал переменную double, вызвал через класса rect наш метод периметр, так как реализация rect вызовется метод, который описан в классе rect и создадим вызовем второй метод аналогичным образом вызовем церкл. И в данном случае мы воспользуемся объектом церкл для вызова периметра и площади. то есть у нас реализация вот она реализация именно вот эта сорка. Следовательно у нас сработает именно вот эти методы. Я это повторяю множество раз для того, потому что это очень важная информация. Её не нужно следовательно запомнить тупо если это то-то, то значит у нас что-то будет то-то. нужно понять, как это работает. Здесь работает у нас принцип полиморфизма. У нас есть полиморфный объект, полиморфное связывание. Вот оно у нас идёт. И мы его вызываем в какой-то метод. То есть есть два вида связывания. Ранее и позднее. Ранее связывание. Ранее связывание. в данном случае вот у нас ранее связывание. Мы говорим, что ну например, если вы хотите купить 5 килограмм яблок. Вы знаете, что вы хотите купить 5 килограмм яблок. Вы возьмёте денег ровно столько, сколько вы захотите. Столько, сколько нужно именно на эти 5 килограмм яблок. Ни больше, ни меньше. Вы знаете, что вы захотите. Вы знаете заранее, это раннее связывание. То есть вот вы знаете, что произойдет, какая будет реализация. Позднее связывание. Вы не знаете, сколько я захочу купить яблок. Вы берете все деньги, которые у вас есть, и идете в магазин, и там уже вы решаете именно на том моменте, когда вы сколько захотите купить яблок. То есть раннее связывание, это вызываются методы, уже известные, какое значение вызовется, какой метод вызовется, до того момента, как компиляция. Позднее связывание. Именно на этапе выполнения идет связывание между объектом и методом. Именно на выполнении уже определяется, какой метод вызовется. Вот этот сквал или вот эта площадь подсчитается. Если у нас будет третий класс, там будут реализованы эти два метода, наследник от Shape, то еще будет определяться счеток. То есть раннее связывание, это при и на этапе компиляции, заранее. Она знает, какой объект, с каким связывается. Позднее связывание. Это после этапа компиляции, на этапе выполнения. Когда уже программа выполняется, она тогда только начинает выбирать, какой объект, какому методу связывается. То есть какой объект, какое выполнение делает. Это называется ранним и поздним связыванием. Так, мы вызвали все. Теперь выведем результат на консоль. Итак, периметр будет равняться. И периметр круга. Площадь круга. То есть вывели значение наших переменных, которые присвоили то значение, которое возвращают на методы. Итак, я компилирую. Мы видим периметр квадрата, периметр rect. У нас значение 2 и 5. У нас периметр будет... Периметр будет равняться... 2 плюс 5, 7, умноженное на 2, 14. И площадь. Это 2 умноженное на 5. Это 10. Следовательно, выполнились, как я говорил, именно вот эти два метода. А то, что у нас указано, именно вот эта реализация. Далее у нас круг. Диаметр 10. То есть радиус 5. Ну и мы вычислили его по формуле. 2PR и PR квадрат. Квадрат это... Радиус у нас, наверное, на радиус. В данном случае можно было не вычислить значение радиуса. Ну, мы для частоты эксперимента его вычислили. А теперь посмотрим на структурную схему, на иерархию классов, которые мы использовали в данном случае. То есть у нас есть класс Shape, который показан на схематической схеме, которую я только что нарисовал. Это абстрактный класс, в котором есть два метода. У нас есть класс Rectangle, который мы реализовали. Класс Serve. Класс Serve вычисляет периметры площадь для круга, Rectangle для квадрата. Также можно было еще реализовать третий класс Rectangle, треугольник, который тоже будет вычислять, и периметр, и площадь для... Уже не для круга, не для квадрата, а для треугольника. То есть будет реализовывать вот эти же два абстрактных метода уже в своем классе. Таким образом, можно создать сполю, угодно много классов, которые зависят от какого-то одного класса. Также можно Serve и Rectangle еще унаследовать другими классами и так далее. В качестве тренировки и проверки знаний на абстрактные классы напишите еще один класс создателя дополнительно. Рекомендую создать класс Triangle и реализовать эти два метода, что вычисляли уже по формулам, которые необходимы для треугольника. Периметр и площадь. На этом у меня все. До свидания.